За эти выходные стояли только в одном центре, собрали 14,5, но за неделю 14,5 набежало по храмам. То есть они принесли, и мы актировали фактически 28 тысяч. Помогать людям Анна Юрьевна Виноградова, руководитель православного волонтерского центра «Радость моя», начала еще в детстве. Тогда Анна Юрьевна смотрела как на образец подражания на свою маму, которую выручала своих коллег, организовывала людей для деятельной помощи, нуждающимся семьям на работе. А в школе она вдохновилась повестью Гайдара, Тимур и его команда, которая тогда сподвигла многих советских мальчишек и девчонок на добрые дела. Например, я помню, нам с одной моей подружкой поручили помогать пожилому человеку, дедушке одному. Он был одинокий, и, соответственно, когда мужчина один уже остался, у него элементарно пуговицы где-то оторвались, что-то надо было принести, сходить. Может, белье исправить, я сейчас уже не могу вспомнить, но я помню, как мы пришивали к шубе пуговицу. Это ведь не просто. Там шуба же толстая, это дубленочка, там надо хорошую иглу, нитку толстую. И, в общем, надо постараться. То есть вот этот эпизод я помню. Ну, то есть как-то это не было на постоянной основе, но были некие эпизоды такие. Как сказала сама Анна Юрьевна, животных она научилась жалеть раньше, чем людей. И в детстве больные и брошенные кошки, собаки, птицы вызывали острую жалость. А потом, с принятием православной веры, Анна Виноградова перенесла центр своего внимания на человека. На человека бедного, стесненного жизненными обстоятельствами, попавшего в беду, который один не может справиться с навалившимся на него грузом. И для руководителя волонтерского центра «Радость моя» помощь нуждающимся – это некая школа человеколюбия, где Анна Юрьевна и сама учится, ошибается, выносит знания и ставит себе оценки. Для меня волонтерские дела – это школа, попытка научиться любить человека больше. Потому что я вообще такой человек не вот не… Знаете, есть люди, у которых очень сострадательное сердце, которые прямо жалеют всех, сопереживают. А я, вот сколько я себя знаю, я человек не очень такой вот сопереживательный. И я скорее учусь этому. И часто делаю ошибки. И часто бываю глухо каким-то моментом жизни людей, в общении с другими людьми. Вот. И в виде, как вот, какие бывают негативные последствия моей вот такой глухоты и слепоты, да, вот, я стараюсь исправляться. Не всегда получается. Потому что натура человеческая, она так сильна, что самого себя переделать сложно. Вот. Надо не только под других подстраиваться, надо и себя тоже понимать, что ты можешь, что ты не можешь. Знать уже заранее, где ты можешь напортачить. После окончания школы Анна Виноградова поступила в Московский авиационный институт на экономический факультет. Время студенчества стало для нее знаковым и важным для всей дальнейшей жизни. В эти годы Ване Юрьевне сломалась советская атеистическая система ценностей. Ее взгляд устремился к вере. В своих поисках и вопросах смысла жизни она прошла через множество встреч с различными лидерами мистических и эзотерических практик, которые в начале 90-х появлялись чуть ли не на каждом углу. Так Анна Юрьевна познакомилась, например, с модными тогда Джуны и Кашпировским, но очень скоро поняла, что это все не то, чего она ищет. После различных ситуаций, череды встреч, знакомств и разговоров, Анна Виноградова постепенно пришла в православный храм и в 24 года приняла крещение. И не случайно мы затронули этот факт биографии Анны Юрьевны, ведь ее дорога к вере непосредственно связана с ее последующим решением работать в церкви, в православном волонтерском движении. На этот шаг Анны Юрьевны повлияло и ее знакомство и беседа с епископом Пантелеймоном, который стоял у истоков движения «Милосердие» в Москве. Для меня он до сих пор является примером. И, честно говоря, принятие решения о том, чтобы идти работать в церковь, я приняла с его благословения, потому что встречались на конференциях, и меня, конечно, мучило. Когда ты работаешь в какой-то организации, у тебя есть социальный пакет, у тебя есть надежная крыша, тебя не бросят, ты не пропадешь. А в церкви ты работаешь, тут и зарплата ниже, и социального пакета какого-то такого там сверх нет. То есть все достаточно скромненько. И это было страшно так вот, да, тебе перейти. И светская организация где-то всю жизнь. Я вот работала на большом авиационном заводе и все время чувствовала, что как-то крепкий профсоюз, там какие-то гарантии есть. Потом здесь уже поменьше гарантии, но все-таки какая-то светская организация. И вот тогда я все-таки решилась, когда я с ним поговорила, решилась прийти на служение в церковь. И вот он как раз говорит об этом эмоциональном выгорании. Он говорит, не будет выгорания, если ты будешь с Богом. То есть если ты в своей работе, не просто работаешь, а ты постоянно обращаешься к Богу, и все свои вопросы именно к Богу обращаешься, все, что у тебя возникает, все твои проблемы. Он говорит, без радости работать невозможно. Вот у меня бывают периоды, когда я совершенно как выжатый лимон, можно сказать, или как руки опустились, и я в каком-то негативе нахожусь. Да, у меня бывают такие моменты, кто меня близко знает, знает, что они есть. Вот когда у меня нет сил, когда я обижаюсь, когда я говорю, ну вот, все ушли, никто не хочет ничего делать. Как только мне самой захочется что-то делать, почему-то все вокруг все хотят делать. И как только я в себе переборю это настроение, как только уже мне самой захотелось делать, да, то тогда и люди вокруг меня меняются. То есть меняется мой взгляд на мир. То есть надо понимать, что мы часто находимся в плену какого-то своего настроения. И молитва мне, как верующему человеку, молитва, исповедь, причастие помогают возродиться. Понимаете, возродиться моей душе. И, конечно, принятие ситуации. Часто бывает, что ты внутренне протестуешь и не хочешь с чем-то согласиться. И ты прям вот, ну, отвергаешь вот все. И вот как только ты все-таки согласился, принял, да, ну надо еще вот это сделать. Да, трудно, да. Надо все-таки это делать. И уже ты вот уже мир в душе восстановился. И дальше уже можешь продолжать работать. После нескольких лет работы на московском авиационном заводе Анне Виноградовой пришлось приехать в Саров, чтобы ухаживать за больной матерью. Сначала это было только на время. Но потом, поняв, что часто брать административное она уже не может, Анна Юрьевна уволилась с работы и окончательно осела в родном городе. И освоила новую профессию – журналиста. У меня был опыт, я работала в школе, преподавала экономику, но это очень краткий опыт. Вот, потом попала в газету, сначала «Дом для вашей семьи». Это была газета про ипотеку, потом газета «Новый город», потом газета, вернее, «Новый город» разделился. Там произошла тоже не очень красивая история. Стало две газеты с одним практически названием «Город Н», да. Только одна газета стала называться «Новый город», другая – «Старый город». Вот такая глупая ситуация. Ну, так это бывают политические разборки, к таким вещам приводят. Потом я перешла в «Городской курьер», там проработала, по-моему, 9 лет, если не ошибаюсь. Вот, и уже приняла решение работать в церкви. Сначала как журналист стала работать. Вот, мы с коллегой создавали сайт «Православный Саров», потом газету «Православный Саров» через два года после сайта. И сейчас вот моя коллега как раз, она и занимается этим информационным направлением в церкви. Вот, а на мне – социальная работа. Я сначала эту социальную работу чисто только освещала как журналист. Вот, сначала начиная даже вот работать в светских изданиях. Вот, ездила в детские дома, ну, зная мой такой характер, о политике я никогда писать не умела. Вот, меня посылали там, ну, я либо писала про стройку и городское хозяйство, либо про религию. Когда Анна Виноградова работала в газете, ее посетила одна мысль, что она как журналист только ходит и описывает успехи других, описывает жизнь, но сама ничего не создает. И это осознание стало толчком для дальнейших действий. Тогда при Храме Всех Святых был Центр Милосердия, который основала Ирина Владимировна Романова. Центру помогали неравнодушные люди, которых еще не называли волонтерами. С годами Центр, благодаря грантовой поддержке, стал активно развиваться. В коллектив помощников влилась и Анна Юрьевна, а в 2011 году сформировался полноценный волонтерский центр «Радость моя». В феврале 2011 года мы как-то осознали, что мы не вот разовая команда, да, на какое-то дело сделали и забыли, а мы хотим делать дальше. И вот тогда создался волонтерский центр. Он сначала уже был без названия, мы вроде как даже в газетах напечатали, что мы вот объявляем конкурс на название. И однажды нам предложили такое название – «Радость моя». То есть это слова батюшки Серафима. И все как-то до этого много обсуждали, спорили, а тут все как-то говорят, да, давайте так назовемся. И вот так и назывались. Стали называться волонтерский центр «Радость моя». И вот так постепенно я была заместителем руководителя, да, отвечала в основном за информационную работу и за работу с волонтерами. Потому что центр «Милосердие» – это в основном помощь, как это, работа спросителям, помощь нуждающимся. То есть категория там именно малообеспеченные люди. Это все на себе несла Ирина Владимировна. А волонтеры и работа с семьями, детьми, инвалидами и информационное обслуживание – то есть это вот было на мне. И плюс к этому еще и сайт «Православный Саров», газета «Православный Саров». Но в какой-то момент, конечно, я понимала, что уже не хватает здоровья, заниматься и тем, и другим. И вот просто в какой-то момент уже поняла, что я информационную работу не тянула. Какое-то время я совмещала и церковную, и светскую работу. Потом, значит, я перешла уже в церковь. У меня была информационная и социальная работа. И потом уже я осталась на социальной работе. А после того, как Ирина Романова, приняв монашество, отошла от управления делами Центра Милосердия, пост руководителя заняла Анна Виноградова. И тогда на нее свалился большой груз ответственности, с которым справиться сразу и в одиночку было очень тяжело. Но в этих обстоятельствах Анна Юрьевна постепенно росла как личность и как руководитель. Когда я занялась социальной работой, это уже вот не просто понимание процесса, а нужно реально делать. Вот свою коллегу, покойную монахиню Анастасию, это Ирину Владимировну Романову, я сначала где-то критиковала, вот она там, вот нас же по правилам вот так надо. Когда легло на меня все, да, и я стала понимать, что вот, ага, вот здесь у меня прокол, тут у меня прокол. Я прекрасно понимаю, как надо, но мне не удалось сделать, как надо. Потому-то, потому-то и потому-то. И вполне реальные причины. Критиковать другого всегда легче, чем самому сделать правильно. Вот. Думаю, что это тоже хорошо, потому что ты начинаешь понимать, как сложно вообще дается любой труд. Вот. Мне пришлось вот, когда Ирина переехала уже, потом приняла монашество, я сама тоже села за руль, стала ездить. Вот мы тогда, у нас еще благочиние было, Саровско-Дивеевско вместе, сейчас два благочиния. Тогда Дивеевы было наше благочиние. Тоже ездить, посещать нуждающиеся семьи. Я увидела, как люди живут в селе. То есть наш Саров благополучный, где есть тоже семьи, которым трудно, да, но все-таки у тебя крыша над головой, у тебя вода в кране, у тебя теплая батарея, а там, извините, печку протопить, дрова достать, пол холодный, щели в стенах там, электрика плохая, ты потом погорелец. А газ провести, такие бешеные деньги, что ты не тянешь, поэтому топишься дровами. Понимаете, разница, проблем. И мы вот тогда стали с волонтерами ездить не только, например, поздравлять с Рождеством, не только по нашим семьям с детьми инвалидами, но и по многодетным семьям Дивеевского района. У нас где-то мы 4 или 5 лет, мы ездили туда, потому что, ну и для волонтеров тоже было, для наших благополучных соровчан, посмотреть вообще, как люди живут вот тут вот, в 20 километрах от нас, это было тоже очень поучительно. Звание волонтер преподобного Серафима Саровского Анне Виноградовой присвоили за работу руководителям православного волонтерского центра «Радость моя» в 2020 году. По ее словам, это награда, общая для всех волонтеров объединения, которые на протяжении нескольких лет помогают жителям нашего города и его окрестностей. А все начиналось с новогодних и рождественских поздравлений детей-инвалидов, а дальше больше – поздравительные акции, сборы средств, поездки в детские дома, развоз необходимых вещей нуждающимся. Большую роль в работе волонтерского центра играет поддержка православного творческого объединения «Мир», социальных учреждений города. Во время ковида волонтеры помогали людям, которые находились на самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств, а также выголовом собак. Волонтеры центра также посещают больницы и помогают в уходе за лежачими больными, принимают и выдают вещи и продукты на гуманитарном складе. Понимаете, вот как вот социальная работа – это ведь что такое? Мы называем ее социальная работа, то есть работа на общество, работа в обществе. На самом деле, раньше в русском языке это было другое название – «дела милосердия». То есть когда мы помогаем тем, кому нужна помощь. Это, может быть, люди, которым помощь они не заслужили ее. Они получают эту помощь вопреки, потому что где-то и болезни они обрели по своей вине, и бедны они, вполне возможно, что по своей вине. То есть они где-то не хотели учиться, где-то не хотели работать, где-то спилить, где-то там чего-то. Понимаете, вот мы помогаем не потому, что они хорошие, а потому что им нужна помощь. То есть это вот такое вот другое некое понимание. Вот часто люди приносят вещи, говорят, вы знаете, вот у меня такое хорошее платье, вот от дочки осталось, там такие хорошие ботиночки, вот от сына. Вы знаете, вот найдите хорошую семью и дайте им эти вещи, пожалуйста. Я говорю, хорошо. Но я знаю, что я не буду искать хорошую семью, чтобы дать им конкретно от этого человека эти вещи. Потому что вот кто пришел за помощью, значит, она ему нужна. И этому человеку эти вещи и пойдут. На самом деле такое наивное понимание, что вот надо помогать только хорошим. Конечно, хочется, чтобы те люди, которым оказываешь помощь, они сами как-то прилагали усилия, но чтобы изменить ситуацию в своей жизни. Когда видишь, что человек этого не делает, сначала даже негодуешь, часто вот я ловлю себя на том, что я негодую, ну как же так вот. Но потом понимаешь, что вот у меня есть, например, какие-то недостатки, да. И вот я знаю себя уже сильно много лет, и я понимаю, что эти недостатки у меня никуда не делись. Вот они как были, вот они так и есть. И я вот как-то не очень сильно смогла с ними справиться, хотя вроде я трезва, там, да, вроде говорят, умна, образована. А что я вот не сделать-то ничего не могу? А вот он болен, у него нет образования, он несчастный, он вообще не знает, что ему с собой делать. И почему я от него требую, чтобы он вот сейчас вот взялся, вот изменился прям, вот раз и стал такой белый, пушистый. Я с собой сделать ничего не могу. Поэтому требовать от кого-то, наверное, это неправильно. Вот надо помогать по мере сил. Работу Центра Милосердия и Гуманитарного Склада нельзя представить без волонтеров, которые регулярно, несколько раз в неделю, приходят в здание Центра и выполняют свою работу, иногда и грязную, и рутинную. И на таких людях, как говорит сама Анна Виноградова, держится все добровольческое движение. И без них, конечно, ничего бы не получилось. Это же дети. Детям надо помогать. Вообще надо помогать всем, кто нуждается в этом. Разве нет? Разве я не прав? И мне кажется, это дело каждого уважающего себя человека. На колокольном звоню немножко помогла. Столы помогла собирать, надпись, флажки вешать. Работы у волонтеров много хватает всегда. Праздник нужен для пообщаться с детям, потому что дети с особенностями. Есть те, кто практически не выходит из дома. И просто помочь им пообщаться, вместе побыть. Я делаю то, что я могу. То, что мне по силам, то, что мне нравится, то, что мне откликается. Сегодня я здесь. До этого я стояла в торговом центре Куба и собирала деньги на этот праздник. То есть все, что я могу в организации и так далее помогать, я это делаю. Потому что мне потребность души. Всегда нам нужны люди, готовые творить добрые дела. И вот именно это чувство, что ты нужен обществу, что ты помогаешь людям, и привлекает меня в это делание, в волонтерстве. Хочется, чтобы мир был добрее, был наполнен любовью, светом, теплом и добром. Основная деятельность православного центра «Милосердие» – это гуманитарный склад. Сюда принимают одежду, игрушки, продукты и другие необходимые вещи. Нуждающимся постоянно нужны постельное белье, средства личной гигиены, белье мужское и женское, продукты долгого хранения. Сделать небольшой вклад в доброе дело может каждый саровчанин. Для этого добровольцы и выходят к обычным людям – в торговые центры, на улицы и городские праздники. Наша технология работы, которая у нас с 2010 года, то есть сбор средств, когда мы стоим в торговых центрах, мы приближаем благотворительность к простому человеку. То есть благотворительность становится не чем-то элитным, когда богатый человек может взять и распорядиться своими средствами. А это именно приближает добрые дела к человеку, к самому простому, который, может быть, и немного зарабатывает, но он может часть своего заработка дать на доброе дело. И я вот именно, знаете, вот для себя, когда осмысливала, вот именно то, что мы стоим, собираем средства, я именно так стала это понимать. Потому что люди многие подходят, говорят, спасибо вам, что вы даете нам возможность принять участие в добром деле, который вы осуществляете. Вот, конечно, есть такое, которое критикует, не доверяет, но сейчас их стало меньше. Вот, люди, потому что читают про нас, знают эту деятельность, общаются с людьми, ведь у нас город небольшой. Если, например, к семье с ребенком с инвалидностью пришли там волонтеры, поздравили, что-то сделали для ребенка интересное, она рассказывает своим друзьям, родственникам, и люди понимают тоже, что да, это реальная работа, она есть. Вот, когда вот сюда приходят и видят, как здесь все организовано, и что любой человек в трудной ситуации может прийти сюда и получить там сумку с продуктами, там, многодетные семьи, гигиенические средства, там, ну и одежду всем, обувь даем. Пока у нас в Сарове есть такие люди, как Анна Виноградова и неравнодушные добровольцы волонтерского центра «Радость моя», понимаешь, что те, кто по каким-то причинам попал в трудную жизненную ситуацию, не пропадут, и что обстоятельства, болезни и ограниченность не будут помехой для взрослых и детей радоваться жизни и чувствовать себя полноценными и равноправными членами общества. «Радость моя» призывает всех горожан также стать частью дел милосердия и ощутить самую настоящую радость, радость делиться и помогать. Когда люди говорят, что то, что для них сделано, для них это имеет значение, когда ты понимаешь, что даже та небольшая помощь, которую ты оказываешь, для человека имеет значение, и у него другие глаза становятся, и он понимает, что он не один, это, наверное, это, да. Потому что когда человек, знаете, попадает в проблему, и ему кажется, что он один, он никому не нужен со своей проблемой, вот это, наверное, самое тяжелое состояние, когда он понимает, что его не оставят, вот это вот большая, самая большая радость.